Состоялась очередная встреча Владимира Ружицкого с жителями округа. На этот раз из-за угрозы распространения коронавируса она прошла дистанционно. Люберчане задавали вопросы главе через социальные сети, электронную почту и по телефону. За беседой в режиме онлайн следила наша съемочная группа. Алло, добрый вечер. Владимир Петрович, хорошо меня слышно? Да, хорошо. В таком формате встреча главы с жителями проходит впервые, но за ходом беседы наблюдают все желающие. В социальных сетях идет прямая трансляция. Задать интересующие вопросы можно, не вставая с дивана. Такую обстановку создала угроза распространения нового вируса. Поэтому, прежде чем приступить к диалогу с жителями, Владимир Ружицкий рассказал об обстановке в округе. Ситуация у нас достаточно серьезная, но уже основываясь на многочисленных исследованиях, ученые не считают ее катастрофической. Но все соответствующие меры принимаются в полном соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Среди принятых мер создание оперативного штаба, введение в школах дистанционного обучения, дезинфекция мест общего пользования. Кроме того, в округе оказывают адресную помощь малообеспеченным пенсионерам. А с 30 марта начнут выдавать продуктовые наборы школьникам льготной категории. Что касается детей начальной школы, это с 1 по 4 классы, для них, для некоторых детей, родители которых не могут оставить их дома и не с кем их оставить, будут организованы дежурные группы. Дежурные группы будут не более 12 человек и за детьми в это время будет осуществляться присмотр и уход. С 24 марта в Люберцах начали закрываться бассейны, фитнес-залы, а также развлекательные центры и кинотеатры. Большое количество вопросов, поступивших к главе, коснулось работы объектов торговли в период эпидемии. Ринки, торговые центры и розничные магазины работают в штатном режиме. Закрываться они не будут, так как это объекты социально значимые. Я вас заверяю, что дефицита товара на территории Люберец по товарам первой необходимости нет. Логистический центр работает в штатном режиме и сетевые компании заказывают этот товар в ежедневном режиме. Реконструкция Октябрьского проспекта и Малаховского озера по-прежнему вошли в список популярных вопросов. Работы по расширению главной магистрали округа идут согласно графику, а благоустройство парка продолжится в апреле.